Есть тут дуальность. Если приходит помеха, я как бы не должен просить, чтобы Творец убрал помеху. С другой стороны, в материальном, я должен на 100% выложиться, чтобы устранить помеху. Как это? Почему так? Ты прав. Это сложный вопрос. Сложный. Есть внутренняя работа по исправлению человека, и это относится к его внутреннему ощущению. И вместе с тем он должен проделывать внешние действия для того, чтобы исправить эту помеху, если она находится также и во внешнем своем выражении. И с помощью этого он приводит к внешнему исправлению, к тому, что ведь нет мира, все это его келим. Это сложно передать. Мы еще не находимся в этом. Короче, если человек понимает, что приходящая помеха, она приходит как помеха, которая также находится в мире, он должен исправить ее в мире. И, с одной стороны, привести к как можно большему исправлению ее в мире, и вместе с тем он работает во внутреннем виде, в исправлении своем по отношению к Творцу, по отношению к тому, как это влияет на него индивидуально, он должен подняться на ступень веры, выше знания по отношению к этой помехе. Относительно того, что это приходит из мира, в мире произошла какая-то неисправленность, он должен исправить это в материи, в реальном виде, насколько это возможно, насколько это дано ему. То есть работать на двух уровнях. Как во внутренней работе, так и во внешней. И это называется, но еще мы поговорим об этом, это называется полной работой. Субтитры создавал DimaTorzok